Форма, размеры и движение земли. Что земля-шар все, конечно, слышали. Но далеко не все смогут ответить на вопрос, а как это можно доказать. В древности люди по-разному представляли землю. Некоторые народы считали, что земля держится на трех китах. Жители Вавилона представляли землю в виде горы, на западном склоне которой расположена Вавилония. Древние индейцы представляли землю в виде полусферы, которую держат четыре слона. С развитием простейших астрономических наблюдений, увеличением путешествий и мореплаваний стали накапливаться сведения о форме земли. Впервые высказал предположение о шарообразности земли в VI веке до н.э. великий древнегреческий ученый Пифагор Самоский. По некоторым сведениям, эту идею Пифагор заимствовал у египетских жрецов. Первым привел доказательство шарообразности земли в IV веке до н.э. знаменитый древнегреческий Аристотель. Для доказательства он использовал наблюдения за лунными затмениями. Во время затмений земля бывает повернута к луне разными сторонами, но только шар всегда отбрасывает круглую тень. Продолжил учение Аристотеля относительно шарообразности земли во II веке н.э. древнегреческий астроном, математик, оптик, теоретик музыки и географ Клавдий Птолемей. Он создал свою систему мироздания и считал, что все небесные тела движутся вокруг Земли в пустом мировом пространстве. Позже Аристарх Самоский, выдающийся астроном древнего мира, высказал мысль, что Земля и все планеты вращаются вокруг Солнца. К сожалению, у него было мало доказательств этой мысли. После того, как прошло около 1700 лет, польскому ученому Копернику удалось доказать вращение планет вокруг Солнца. Первым измерил величину земного шара Эротосфен. Он измерил длину дуги Меридиана, а затем на этой основе рассчитал длину всей окружности Земли по Меридиану. Она оказалась равной около 40 тысяч километров, что близко к действительности. В настоящее время научно доказано, что Земля имеет следующие размеры. Экватор – 40 тысяч 76 километров. Экваториальный радиус – 6378 километров. Полярный радиус – 6357 километров. В 1672 году французский академик Рише отправился в Америку для астрономических наблюдений, захватив с собой часы, тщательно выверенные в Париже. Представьте себе его удивление, когда, приехав в район экватора, он обнаружил, что его часы стали отставать на две с половиной минуты в сутки. По возвращении Рише в Париж, его часы снова стали идти правильно. Часы отставали, как только их владельцы приближались к экватору. Именно этот факт дал основание великому физику Ньютону предположить, что за капризами стрелок часов кроется не простая неисправность их механизма, а какая-то закономерность. Ньютон заявил, «Часы отстают, потому что наша Земля не шар, она сплюснута у полюсов и растянута вдоль экватора». Такой вывод Ньютон сделал, потому что знал, ритм колебания маятника зависит от длины его и от расстояния до центра Земли. Меняем длину, меняем ритм. Чем ближе маятник к центру Земли при одной и той же длине, тем чаще он качается. Так на вершине горы маятник качается медленнее, чем у ее подошвы. Впервые предположение о том, что Земля не имеет форму идеального шара, высказал известный английский ученый Исаак Ньютон. Для проверки гипотезы Ньютона французская академия наук снарядила экспедицию в Южную Америку, в Перу и в Скандинавию. После проверки оказалось, что Ньютон прав. Вследствие вращения вокруг оси Земля сплюснута у полюсов, а расстояние от центра Земли до полюса на 21 382 метра меньше расстояния от центра Земли до экватора. Такую форму Земли, сплюснутую у полюсов, называют эллипсоид вращения в геодезии или геоид в астрономии. Развитие природы Земли во многом определяется тем, что наша планета находится в постоянном движении. Земля совершает одновременно годовое движение по круговой орбите вокруг Солнца против часовой стрелки и суточное вращение вокруг своей оси, с запада на восток. Один оборот вокруг Солнца Земля совершает за 365 дней, 6 часов, 9 минут или один год. Через 4 года наступает високосный год, 366 дней в году, добавляется в календаре дата 29 февраля. Одновременно с движением вокруг Солнца Земля вращается вокруг своей оси, поворачиваясь к Солнцу то одним полушарием, то другим. Период вращения равен 24 часам или одним суткам. Земная ось наклонена к плоскости орбиты под углом 66,5 градуса и все время сохраняет постоянное направление на полярную звезду. Ученые пока не могут объяснить причины вращения Земли и такую направленность земной оси. Точки пересечения поверхности Земли с воображаемой осью ее вращения называют географическими полюсами Северный и Южный. Северный географический полюс расположен в центральной части Северного Ледовитого океана. Южный географический полюс расположен на материке Антарктида. Таким образом, из-за вращения Земли вокруг Солнца, а также из-за наклона земной оси, на нашей планете происходит смена времен года и разные части Земли получают разное количество тепла от Солнца.